А ты хочешь поступить в испанский университет и стать высококвалифицированным специалистом? Одно из преимуществ обучения в испанском университете это дешевая стоимость обучающего курса и классное обучение То есть специалисты, профессоры, учителя реально заинтересованы в том, чтобы ты стал профессионалом своего дела Если ты хочешь записаться на курс подготовки к поступлению в испанский университет, тебе поможет школа Хиспания Агентство How to Spain является официальным партнером языковой школы Хиспания И мы поможем тебе или получить студенческую визу, или получить скидку на подготовку Поехали! Подготовительная программа ПАУ это для студентов, которые в дальнейшем будут поступать на бакалавриат в государственные университеты Испании Разница между экзаменами ПСЕ и ЭБАУ состоит в том, что на ПСЕ студенты готовятся и издают 4 экзамена, а на ЭБАУ они готовятся и издают 6 экзаменов Если мы, например, поступаем в университеты Каталонии, например, Барселона или Андалусия, в этом случае нам нужно готовиться и издавать 6 экзаменов Но в случае Валенсии, Мадрида и остальных автономных сообществ, в этом случае мы сдаем 4 экзамена А сейчас мы пообщаемся со студенткой школы Хиспания, ее зовут Валерия Она закончила здесь курс подготовки к экзаменам и успешно поступила на медицинский факультет, где проходной балл аж 13.35 из 14 Я могу сказать, что это даже превысило мои ожидания Я не думала, что настолько будет все классно Ну, понятно, сложно, но тебе помогают преподаватели во всем, чтобы этот процесс обучения намного легче и интереснее Ну, у меня есть опыт учебы в медицинском в Украине, поэтому я могу сравнивать только с тем И тут могу сказать, что есть очень много разницы Во-первых, преподаватели действительно хотят себя научить Есть даже такая опция, мы можем брать консультации, как тутарии И спрашивать все вопросы, которые тебя интересуют В принципе, все преподаватели рады помочь и объяснить Но для меня самая главная разница — это была практика В Украине у нас было мало практики, а тут с первого курса уже мы начали делать какие-то эксперименты в лаборатории И сначала ты рассматриваешь теорию на лекциях, и потом сразу это загадляется на практике И так действительно намного легче процесс обучения, и я очень довольна У меня в группе где-то 50 человек, и всего лишь два иностранца на всю группу На сегодняшний день более 95% студентов выбирает обучение в государственных университетах Поскольку один из важных критериев также является стоимость, помимо престижа и рейтинга Во-первых, конечно же, из-за цены Мне кажется, частные в 10 раз дороже, чем публичные Ну и также я слышала отзывы, что в публичных университетах учиться лучше, потому что преподаватели более заинтересованы Вот, поэтому решила пробовать публичный, но частные я, в принципе, не рассматривала Ну, я сравнивала с опытом украинского университета, и там намного было все сложнее, потому что с ней было практики Поэтому тебе нужно было разбирать все темы саму, и когда у тебя нет как бы наглядного примера той теории, которую ты учишь, то намного сложнее А здесь у нас каждую неделю по каждому предмету практика Например, по физиологии мы уже делали какие-то опыты, начиная с первого семестра И так намного интереснее, и лучше запоминается вся теория, которую ты учишь Поэтому ты знаешь, если ты хочешь поступить в любой государственный университет по всей Испании Пиши нам, агентство How to Spain с радостью тебе подскажет Или как получить студенческую визу бесплатно через подготовку к вступительным экзаменам Или как получить скидку 7% на всю стоимость обучения Кстати, одним из преимуществ обучения в международной школе изучения испанского Это то, что есть студенты из разных национальностей Сейчас, например, мы спросим у студента из Китая Что же он думает о языковой школе в Испании Ну, во-первых, мне кажется, ты должен понимать, что ты хочешь учить в университете Тебе это должно быть интересно И так у тебя будет мотивация хорошо подготовиться к экзаменам Также мне помогла самодисциплина То, что каждый день я должна учить какую-то маленькую часть информации И не оставлять все на последний момент Потому что информации действительно много Но если ее распределить правильно, то все возможно выучить В нашей школе более 95% студентов поступают в государственные университеты Поскольку также есть возможность указать много вариантов после самого экзамена Когда мы будем составлять список специальностей и университет Я думаю, было бы намного сложнее Потому что школа дает именно структуру И тему, которую тебе нужно выучить И дает материалы, проверки Поэтому самой, конечно, было бы намного сложнее Я не знаю, получилось бы или нет Потому что я сразу решила сдавать школу Потому что так намного легче и быстрее Многие студенты спрашивают Могу ли я поступить в университет, зная испанский язык на хорошем уровне Но без подготовки Зная испанский, это большой плюс Но в то же время на каждом экзамене есть очень много тем Наши учителя прекрасно знают, какие темы будут на каждом экзамене Поэтому здесь мы стараемся дать только тем темы, которые будут на самом экзамене И чтобы студент набрал максимально высокий проходной балл Да, они могут тебе посоветовать, какие предметы выбрать Потому что это зависит от специальности На каждой специальности есть предметы, которые дают больше всего баллов И да, они тебе могут подсказать, сделать консультацию Какую формулу сдачи экзаменов выбрать Чтобы было наиболее оптимально для твоей специальности До начала самой программы каждому студенту мы отправляем регистрационную анкету В этой регистрационной анкете есть два важных вопроса Специальность, на которую будет поступать дальнейший студент И университет и город, где дальнейшему хочет жить, учиться И, имея эту информацию, наши координаторы уже порекомендуют на лучший вариант по подготовке Какие предметы нужно будет взять Для нас самое важное, чтобы ребята готовились к профильным предметам Поскольку из четырех экзаменов, как минимум, два экзамена должны быть профильными Да, все преподаватели, в принципе, мне нравились Например, по биологии, это была моя любимая преподавательница Потому что она всегда нам устраивала какие-то игры И помогала делать ассоциации с информацией, чтобы нам было легче запоминать На данной программе у нас группы достаточно большие Обучаются в среднем от 20 до 40 студентов на каждом предмете Каждый день у нас было 4 урока Начинались в 9 Три из них это были именно профильные уроки, которые тебе нужны для поступления В моем случае это была химия, биология, математика А четвертый час это был испанский для того, чтобы подтянуть именно твой уровень общий испанского Наша школа предоставляет материал студентам по каждому предмету Поэтому дополнительно им не нужно будет приобретать Да, наша школа является партнером университета УНЭТ УНЭТ это то место, где студенты будут сдавать сам экзамен И поскольку студенты готовятся в нашей школе, через нас проходит регистрацию И поэтому это намного быстрее будет Можно выбрать два варианта Первый он более длинный и второй более короткий Если вы выбираете длинную структуру курса, то она состоит из двух частей Первая такая более ознакомительная, то есть вам начитывают все темы, которые вам нужно пройти для подготовки к экзаменам А во втором этапе к вам присоединяются уже другие студенты, которые выбрали короткую версию курса И там уже начинается более интенсивная подготовка И после каждой темы вам дают экзамен для того, чтобы вы могли оценить себя Понять, как вы поняли эту тему И уже примерно понимаете, на какой бал вы будете сдавать ПСЕ Потому что преподаватели примерно оценивают по критериям, по которым оценивается ПСЕ И так вы можете примерно понимать, какие предметы нужно подтянуть и так дальше Курс ПСЕ – это долгосрочная интенсивная программа, которая имеет 20 часов в неделю и длится с октября до конца мая Основная программа ПСЕ длится до конца мая, поскольку в конце мая ребята сдают экзамен Но в июне у них будет образовательная консультация и подача документов в университеты Да, мне очень помогло, потому что я поначалу очень сильно переживала и не могла понять, достаточно я выучила или нет Вот такие как раз пробные экзамены тебе указывают на свои ошибки, помогают понять, какие темы тебе нужно подтянуть Да, поэтому это очень помогало Да, конечно, у меня был перед началом подготовки уровень Б1 В принципе, у меня было нормально, но все равно иногда была лексика, которая мне была незнакома Поэтому мне пришлось одновременно учить предметы и подтягивать испанский Поэтому, мне кажется, чем лучше, чем выше уровень испанского, тем будет легче Ну, конечно, зависит от предмета Я сдавала химию, биологию, математику и английский Для меня самым легким был английский Я могу сказать, что немножко легче, чем в ЗНО, потому что в Испании не так много внимания определяют английскому А вот остальные предметы, биология и химия, для меня тут были сложнее и немножко отличались темы Например, в Украине мы должны были учить тему ботанику Здесь такого нет, тут все больше, тут идет больше фокус именно уже на медицинский И на то, как работает организм человека Поэтому, но в целом, тут для меня была биология и химия сложнее Но из-за того, что фокус идет уже более на медицинские такие темы, то тебе это и больше нужно, в принципе Основная программа ПАУ стартует в октябре И на момент начала мы рекомендуем студентам иметь уровень испанского как минимум B1 Поскольку, чем выше уровень испанского, тем легче вам будет проходить данную программу Ребята, которые приезжают в октябре и у них нулевой уровень испанского В этом случае с октября до нового года они будут изучать испанский интенсивно 20 часов в неделю А с января обязательно уже перейдут на подготовку к предметам Студенты, которые начинают предметную подготовку в октябре Они с октября до нового года уже проходят все темы После нового года идет уже повторение, пробные экзамены Также к нам часто приезжают студенты после окончания школы в июле, в августе Чтобы интенсивно изучать испанский до октября А в октябре уже перейти на предметную подготовку Кстати, здесь я тебе оставляю подсказочку Переходи на видео более теоретическое про курс ПАУ Ты там найдешь много полезной информации Например, после основного курса подготовки к экзаменам У нас был летний курс дополнительный, где нам преподаватели делали такие конференции Где рассказывали преимущества и недостатки учебы в каждом городе И помогали с подачей заявок в университеты То есть скидывали нам все ссылки, куда зайти, как зарегистрироваться и так дальше И ты уже мог себе выбрать пример, на какой город тебе подходит По цене, по расположению и так дальше Это тоже было полезно На данном курсе у нас также есть образовательная консультация Это собрание, которое проводят наши координаторы на протяжении всего курса В основном идет от 6 до 8 собраний И на данных собраниях они разбирают такие важные темы, как омалогация школьного диплома Регистрация на экзамен И после сдачи самого экзамена уже будут подавать документы в университеты И со всей этой процедуры помогают наши координаторы Агентство How to Spain является официальным партнером школы Hispania И обращайтесь к ним для подбора курсов любой длительности и интенсивности Поэтому, если ты хочешь получить скидку на обучение любой длительности, любого курса Или хочешь получить студенческую визу Связывайся по контактам, которые ты видишь И мы с радостью поможем тебе и подскажем, какой же курс подойдет именно по твоей цели Ну и, конечно, чтобы следующим студентом языковой школы Hispania был именно ты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok